Привет, друзья! Китайский автопром всерьез намерен оккупировать европейский автомобильный рынок и вступить в схватку с местными производителями, словно испанские колонизаторы, высадившиеся в Южной Америке. Китайцы хотят откусить лакомый кусочек пирога у местных автомобильных брендов, и у них это может получиться. Знакомьтесь, это Аватар. Китайский премиальный бренд, основанный еще в 2018 году такими производителями, как Чанганг и Нио. Позже Нио вышла из этого образования из-за финансовых проблем, а ее место занял Катл, крупнейший китайский производитель аккумуляторов. В этом проекте также участвует Хуавей, но компания не имеет акций в этом формировании и выступает в роли поставщика электродвигателей, датчиков и различных сенсоров. Такой вот симбиоз. Китайцы уже успели представить несколько моделей под этим брендом. Это Аватар 11 – роскошный электрический кроссовер, и Аватар 12 – красивый лифтбэк без заднего стекла, но об этом поговорим чуть позже. Обе модели были представлены несколько месяцев назад и только сейчас добрались до европейского рынка, и стали известны их европейские спецификации. Так что давайте с ними познакомимся поближе. Поговорим сегодня про Аватар 12, ведь эта модель вызывает огромный интерес у публики. Кроссоверов сейчас много, а вот действительно интересных лифтбэков очень мало. Новинка выглядит как типичный пятидверный лифтбэк с двухуровневой передней оптикой и аккуратным передним бампером, плавно перетекающим в гладкий капот. Корма выглядит сдержаннее и чем-то напоминает концепт Mercedes-AMG GT, представленный еще шесть лет назад. Изюминкой модели является отсутствие полноценного заднего стекла. Такое решение позволило дизайнерам сделать более пологую линию крыши, тем самым увеличив площадь полезного остекления крыши и увеличив проем багажного отсека. Отсутствие заднего стекла компенсировали установкой камеры, проецирующей изображение на дисплей. Аватар 12 создавался с оглядкой на европейский рынок, и это заметно. Его внешность разрабатывалась в одной из дизайнерских школ Европы, так что не удивляйтесь его достаточно сдержанному внешнему виду. Интерьер – это второе место, которым будет удивлять вас новинка. Салон здесь очень просторный, благодаря длине кузова в 5 метров и 2 сантиметра, с колесной базой более чем в 3 метра. Дизайнеры пытались сделать интерьер максимально светлым, так что даже в самой простой комплектации у вас будет панорамная крыша площадью в 2,5 квадратных метра. Впечатляет! Еще больше впечатляет архитектура передней панели. В отличие от некоторых немецких производителей, китайцы пытаются создать что-то свое уникальное, и Аватар 12 этому лучшее подтверждение. Вместо надоевшей цифровой приборной панели китайцы установили огромный простирающийся на всю ширину салона экран диагональю в 35,4 дюйма разрешением 4К. Чуть ниже установлен сенсорный экран диагональю в 15,6 дюйма для быстрого доступа к различным функциям автомобиля, а под ним находятся механические кнопки, не вызывающие отторжения. Весь этот вычислительный центр работает под управлением Harmony OS, производства Huawei. Автомобиль уже в базе поставляется с четырехзонным климат-контролем, акустикой премиум-классом на 27 динамиков и очень необычной подсветкой интерьера. В этот же список можно добавить спортивное сидение для передних пассажиров, систему полуавтономного вождения и ряд других очень важных позиций. Аватар 12 построен на абсолютно новой платформе EP1, ориентированной на электромобили. Лифтбэк доступен в двух модификациях. Базовый вариант предлагает задний привод, один мотор производства Huawei мощностью в 313 лошадиных сил и отличную управляемость. Есть еще старшая полноприводная версия с двумя моторами мощностью в 578 сил и 650 ньютон-метров момента. На выбор модель предлагает два варианта аккумуляторных батарей на 90 и 116 кВт-час. Точный запас хода в компании пока не сообщают, но по предварительным данным с батареей большей емкости модель сможет проехать 650 километров пути. Поставками батарей занимается фирма Cuttle. Основными конкурентами для китайского лифтбэка будут такие модели, как Audi A7, Mercedes-AMG GT и, конечно же, Porsche Panamera. Секретным оружием китайцев в борьбе с немцами остается цена. Стоимость Аватар 12 пока не разглашается, но если верить ранним источникам и посмотреть на политику компании, стоимость базовой версии составит менее 50 тысяч долларов. Друзья, а как вам китайская Panamera? Как всегда, оставляйте свои отзывы под этим видео, а мы двигаемся дальше. Шкода без лишнего шума взяла, да и обновила свой электрический кроссовер ENIAC. Причем не обычную версию, а топовую модификацию RS. Визуальное и внутреннее убранство компания не трогала и сконцентрировала свое внимание исключительно на технической части модели. Теперь двух моторная силовая установка автомобиля выдает на 40 лошадиных сил больше, а это целых 340 лошадиных сил и 460 ньютон-метров момента. Само собой, это положительно сказалось на динамических возможностях кроссовера. Отныне обновленный ENIAC разменивает первую сотню за 5,5 секунд. Это на одну секунду быстрее, чем было раньше. Максимальная скорость осталась прежней и составляет 180 км в час. Это привычный показатель для электрокаров такого класса. Чтобы рост мощности не сказался негативно на дальнобойности электромобиля, инженеры компании поработали и с аккумуляторной батареей электрического кроссовера и оптимизировали ее работу. Емкость батареи осталась прежней, это 82 кВт-час. Но при этом, благодаря улучшенной системе охлаждения, инженерам удалось добиться роста запаса хода на целых 25 км. Теперь обычная версия имеет запас хода в 541 км, а купеобразный вариант способен проехать 547 км пути на одном заряде. Кроме того, ENIAC научился работать с быстрыми зарядными станциями мощностью в 175 кВт, чего раньше никогда не было. Теперь всего за 28 минут вы можете зарядить аккумуляторную батарею кроссовера до 80%, чего хватит, чтобы проехать почти 500 км пути. Ценовая политика Шкода в отношении этой модели не изменилась. Обновленный ENIAC поступит в продажу в октябре этого года, а стоимость базовой модификации начинается с отметки в 61 тысячу евро, что для Шкода кажется достаточно дорогим удовольствием, даже учитывая, что это самая мощная Шкода за всю историю существования данного бренда. Ну что ж поделаешь, такова реальность. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь, а у меня на сегодня все. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи!